То есть те вещи, которые мы сегодня с вами будем обсуждать сегодня, в следующий во вторник, или еще через одну недельку, я хочу вам дать некоторую информацию, с которой вам придется или смириться, кому-то смириться, кому-то не принять ее, я ни на что не рассчитываю. Моя задача вам рассказать те истинные вещи, которые в принципе не принадлежат никакой медицинской теме, вы сейчас узнаете об этом. Об этом не говорят в стенах медицинских клубов, об этом не говорят даже в клинических больницах. И не говорят по той самой причине, потому что врачи плохие, я сама врач с 30-летним стажем, действительно, как Сергей сказал, имею достаточно серьезное базовое медицинское образование и степени наук, но поверьте, подобные вещи в стенах даже учебных заведений в дальнейшем повышении квалификации не обсуждались. Мы обсуждались по той самой причине, что само здоровье, здоровье и противоположное состояние, которое называется болезнь, это не близнецы практически. Это диаметрально противоположное состояние. И между ними существует очень большая пропасть. Кто-то ее быстро пролетает и думает, что болезнь развелась ни на чем, на ровном месте. Это состояние мы еще называем предболезнью. Это более понятная вещь. Если человек знает какие-то медицинские, здесь присутствуют медицинские работники, я даже не буду просить сейчас поднимать руку, чтобы я не отвлекалась на своих коллег, потому что у меня тогда как бы сыграет вот этот зов моих тех предков. Но медицинская терминология, это состояние называется ремиссия. То есть состояние вне обострения. И вот если мы посмотрим на болезнь, совсем чуть-чуть, здесь в классическом представлении 26 тысяч диагнозов. Обязательно необходимо присутствие врача, потому что врач соберет симптомы. Я вам хочу сказать, кашель не послужит условием постановки диагноза пневмонии, абсолютно нет. Он даже не послужит основанием поставить диагноз бронхит. То есть врач должен собрать очень много якобы признаков, да, оценить, да, поставить диагноз соответственно классификации, ну и естественно назначить таблетку. Это функция врача. Я не хочу обижать, я сама из той когорты врачей, но я прекрасно знаю, в каком состоянии находится сейчас вся эта отрасль. Подход один, чисто симптомологический. Чешешься димедрол, сильнее чешешься преднизолом, на таблетку от головной боли, на таблетку от давления и прочие-прочие симптомы. Причина не выясняется. Где лежит причина развития болезни? Она лежит в той части, вот в этой части, которая вдруг начинает здоровье покидать и развивается сюда. Но здесь вся проблема в том, что человек не может, и там нет действительно, там нет специфических симптомов. Головная боль это не симптом. Это проявление каких-то недугов. Точно так же, как масса, мы будем разбирать три занятия. Я вот сегодня первое, я даю водное и базовые вещи, на чем все это строится. Как раз, когда можно и нужно и не ждать, не ждать развития вот этих вещей, потому что, увы, когда разовьется здесь серьезное состояние нарушения, полная декомпенсация порой нарушенных систем функционирования, то, конечно, здесь тогда уже искать придется врача. Но вы все знаете, что проблема с глазами не заставит вас пойти к стоматологу. Проблема с зубами вы не пойдете к проктологу. Сломанная нога вас не поведет к окулисту. Вы сами прекрасно уже понимаете, что какие-то недуги с какими-то 12 ее системами, а 12 систем, они есть практически у всех у нас. Не практически, они у нас у всех. Мы рождаемся с этими 12 системами. То есть это костная система, иммунная система, эндокринная система. И мы с вами будем говорить о нарушенном регуляторном процессе, связанном с этими 12 системами. Потому что когда наступает их состояние, то есть удается заглушить эти симптомы, развивается ремиссия. И человек бегает отсюда-сюда, отсюда-сюда, отсюда-сюда. И теперь к вам вопрос. Если этим заниматься должен врач, он ими занимается. Но по секрету скажу, здесь осталось 3 специальности. Это хирург, это анестезиолог, это реаниматолог, скорая помощь. Ну и последний, это четвертый патологоанатом. Потому что сама терапия, если это инсульты, инфаркты или какая-то еще тяжелая патология, это тоже условия реанимации. Нужно вывести. Нужно успеть, так сказать, не дать погибнуть тем системам, которые развивают свое вот такое клиническое проявление. Но в любом случае здесь врач. А кто должен заниматься вот этим состоянием? Как вы считаете? Громко. Я? Я сам. Я сам. Потому что как только вы так заявили, вселенная говорит, все, хорошо, понял. Раз человек сказал, я сам, значит он тогда будет делать шаги в сторону того, чтобы начать свое здоровье делать. Профилактировать, восстанавливать. Если вы за деньги будете восстанавливать свое здоровье и уходить вот из этого промежуточного состояния, то вот с этим вы, может быть, даже и не встретитесь. На ваше счастье не встретитесь. Поэтому то, что будет вам дана информация, будет очень много блоков. Будут блоки посвящены необходимости жирных кислот, для чего они нужны. Вы узнаете откровение, я не буду забегать вперед, но для вас это будет откровение для многих, потому что всего лишь 15 лет серьезно заявляется о роли жирах и в организме. Вы узнаете, где, откуда у нас появились. Вот садитесь вперед, вы смотрите, вот же есть еще, садитесь. У нас есть великие страхи по поводу холестерина. Поднимите руку, кто боится повышения холестерина или имеет свое такое состояние. Поднимите руку. Вы боитесь атеросклероза? Чезар. Боитесь. А сахарного диабета боитесь? Да. Не, а вы его не боитесь, если вы поймете, что вы его не боитесь, потому что вас не пугает. Потому что я знаю практику, когда человек имеет подобные вещи, как сахарный диабет и как он себя ведет. Он далек от представления, что им нужно заниматься. Поэтому мы с вами не о болезнях будем говорить и не о диагнозах. Вы сами себе будете крестики, галочки строить и будете, вы найдете алгоритм, как из этого выходить. На чем строится представление, в том числе, я говорю это не о 100%, я говорю в том числе и очень базовый взнос проблемы, которые встречаются человеку на пути. Это как раз понятие о том, что мы живая система, постоянно принимающая и выводящая продукты жизнедеятельности. Простым языком это называется процесс образования токсинов в нашем организме. Еще проще это токсикоз. То есть он идет все 24 часа в нашем организме. 24 часа в сутки, хотим мы этого, не хотим. Я еще раз вас хочу в одно русло направить. Что это не имеет никакого значения, какой вы школе принадлежите. Кто возглавляет эту школу? Это могут быть серьезные даже представители науки возглавлять. Но если вас уводят от физиологии, если вас уводят от законов жизни, значит вы должны резонно задать вопрос. Не почему она так говорит, а почему я принимаю это мнение, если я точно знаю, что мой организм устроен так, как он устроен. Если кто не верит, возьмите учебники по анатомии, по физиологии, вообще возьмите все природное наблюдение. Откуда происходит процесс образования токсинов? Да, очень все просто. Это вода, это тот воздух и та еда, которая поступает в наш организм. То есть простым языком это та экологическая обстановка, в которой находится человек как живой индивидуум. И глубокое заблуждение, ну вы точно знаете, все жители города Новокузнецка, Кузбасса ничего не могут сделать по поводу наших отравленных пресных водоемов, правда? По поводу труб, которые у нас что-то все равно выбрасывают. Даже если идеальные пребывания в каких-то зонах лучшего экологического состояния, там всегда есть параллельный мир. Там всегда есть грибки, там всегда есть личинки паразитов, там всегда есть возможность получить то, что нам в принципе, наверное, для нашего организма и не должно попадать. Оно попадает, потому что мы с вами пришли на эту землю намного позднее параллельного мира, который живет намного дольше, чем человек. И у них выстроились отношения, симбиоза, когда друг друга дополняя, организм вырабатывает свои защитные свойства. Поэтому это процесс поставки и выработки токсинов, прихода, он абсолютно нормальный. Но есть еще один путь, когда мы получаем токсины, это эндоэкологические условия. Или среда, в которой живет наша внутренняя среда, где живут наши клетки. 60 миллиардов наших клеток общается с экологической средой кожа, слизистые, то есть вся наружная часть. А весь внутренний мир, он живет в своей внутренней среде. И естественно клетки, которые живут в внутренней среде, они как все живые, имеют свойство получить все, что необходимо и иметь процесс выхода. Это классика, это физиология, их никто и не отменял. Плюс сюда еще поддает, так сказать, наше эмоциональное тело, наши эмоции и отрицательные, и положительные. Они всегда имеют очень большой процент выработки и выхода токсинов. И таким способом, подводя общую черту, мы говорим о том, что токсины 24 часа в сутки. И природа нам придумала интересную способность вывода токсинов. 80 из них процентов растворяются в воде, а 20 процентов из 100. Они растворяются с помощью деятельности печени, печени, которая выделяет желчь, и с помощью поджелудочной железы, которая выделяет ферменты для переваривания основных компонентов пищи, то есть белков, жиров, углеводов. И у нас формируется общая масса токсинов, которая водорастворимый выйдет через почки в виде мочи, а жирорастворимые токсины включается в деятельность толстого кишечника, и выход в виде кала осуществляет через желудочно-кишечный тракт выход этих токсинов. То есть если вы сейчас посмотрите на эту картинку, то вы поймете, что две главных системы их выделения, это почки и желудочно-кишечный тракт с этими отделами способен вывести токсины. Все остальное получается вторично. Вы сейчас поймете, я подведу вам эту базу, когда вы разберетесь, а где же проблемы, которые у вас и решаются. Потому что, я еще раз говорю, мы не вникаем ни в какие разборы, ни в каких диагнозов, потому что подход, он должен быть един. Кстати, когда осуществляется реанимационная помощь, там всегда единый подход. Там всегда единый подход, учитывая, что 80% водорастворимых токсинов, то никто, даже больше того, исключается деятельность желудочно-кишечного тракта, больных этих не кормят, а их только поют. Я всегда говорю подобную вещь, успеют, отольют, не успеют, отпают. Потому что 80% токсинов, они водорастворимые. И обратите внимание на такую вещь, что сердечно-сосудистая система, печень, почки и легкие, вот они никогда не отдыхают, они могут уменьшать свою деятельность. Когда мы спим, частота сердечных сокращений не такая, когда мы активно движемся. То есть немножко урежается деятельность. Но чтобы как кости, вот вы легли спать, и кости не работают. Глазки закрылись, они отдыхают. Ушки не слышат, они отдыхают. А вот эти системы жизнеобеспечения, они никогда не отдыхают. И великая проблема, если не вы создадите условий для их работы, то тогда что вы хотите? Вот им все равно, сколько вам лет, им все равно, какая у вас национальность, им все равно, какое у вас образование, им все равно, какой вы религии, какую вы веру исповедуете. Они ждут только одного, понимания этих законов. И в этих пониманиях живет вся живая природа. Обратите, в дикой природе нет ни акушеров-гинекологов, ни стоматологов, ни педиатров. Медведица умудряется зимой родить медвежат, сама спит. И утром, весной вернее, с потомками выйти наружу и начать обучать их кормить, что они должны покушать. Никакой помощи. И только человек, гомо-сапиенс, почему-то вдруг определяет, я очень часто слышу такие вещи, что организму не надо мешать, он сам разберется, да, ему мешать не надо, ему нужно помочь. Потому что, увы, водорастворимые токсины можно решить только вывести, только с помощью воды, ни с чем другими условиями. Точно так же определиться базовыми понятийными, очень простыми понятиями, я сейчас вам их донесу, что же нужно сделать, чтобы желудочно-кишечному тракту не мешать, и чтобы он сам справлялся с выводом токсинов. Итак, кто пишет, кто запоминает, отметьте себе, что, оказывается, деятельность почек и кишечника способствует выводу токсинов, и, естественно, если они будут адекватно работать, то наш организм начинает работать в оптимальном физиологическом режиме, и, увы, ему тогда необходимо, нет необходимости встречаться с врачами, и тем более получать бесконечное лечение, и тем более страдать от того, что что-то происходит в нашем организме не так. А теперь смотрите, 24 часа в сутки, хотите, не хотите, все работает, токсины образовались, и мы с вами поведем речь сейчас о большом блоке, который связан с невыводом водорастворимых токсинов. Очень простая задачка на осознание, пусть 80 килограммов в тело, каждый знает приблизительно свое тело, 20% кости мышцы твердой ткани, 80% это вода. Вы каждый можете в оптимальном режиме посчитать, сколько же у вас литров воды находится в организме. Всегда очень впечатляются люди небольшой массы. Где 64, это 6,5 ветер воды, вот носит человек. А где он носит? Он носит в главных запасниках. Это клетка сама и межклеточное пространство, потому что если мы возьмем объем циркулирующей крови, там 5 литров, все, больше нельзя допустить, меньше нельзя и больше допустить. И если этот объем не пополняется с помощью и воды в том числе, я не говорю уже как для уборки, то организм вынужден где-то взять. Тратится колоссальная энергия для того, чтобы из капельки чая получить капельку воды. И разумное существо, причем ребенок приходит на эту планету с врожденным рефлексом пить воду до еды. Что делают мамы, когда ребенок на грудном скармливает? Она не додумывается, что сначала дать водички, а потом начать кормить. А сейчас помощь, в кавычках, всего информатория. Год до года детей поить не надо. Эти мамки слушают и до года не поют. Они исключают врожденный рефлекс ребенка пить воду, а пить-то хочется. И идет подмена на все другие растворы, только не на воду. И развиваются серьезнейшие катастрофы. С чего начинается вообще развертывание этой драмы, этой трагедии? Золотой стандарт, которому не привита культура, я прошу отметить, это измерение артериального давления. Золотой стандарт 120 на 80. Вот именно такой стандарт дает возможность доставить артериальную кровь к местам назначения, принести все, что нужно, осуществить ту благость жизни, которой надо. Я вот сейчас провела очень большую серию работ, начиная с января, то есть это Европа, это Казахстан, это Сибирь, это много-много где-каких вещей. Я везде в общественных аудиториях, особенно где это организовано, посещение потребителей много, я говорю, повесьте, пожалуйста, на стены и заклоса картинку, как устроена сердечно-сосудистая система. Вот сейчас была в Томске, и восхищалась, говорю, сходите, пожалуйста, на экскурсию в анатомический музей университета медицинского, когда мне пристала возможность увидеть творчество великого анатома, профессора, который умудрился у трупа, выделить всю лимфатическую систему. Вы знаете, вологодские кружева более грубые по рисунку и по изяществу, чем наша, по сравнению с нашей лимфатической системой. Это такое творчество, я когда первый раз увидела, я была в величайшем восторге. И если вы посмотрите вообще из атласа картинки, как устроена, возьмите учебник анатомии школы, и вы увидите, мы действительно с вами мешки с водой, и мы вся проводящая система. Физиологи взяли, посчитали, что если все сосудики, которые у нас есть, сложить в одну прямую линию, 8 раз можно обвернуть земной шаг. И представляете, вот это состояние сосудов, оно должно быть понятно в идеальном состоянии. Мы с вами не пьем воды по разным причинам, отсутствует культура, у нас нет культуры контроля артериального давления, она у нас появляется тогда, когда либо оно скачет высоко, либо когда-то вы померили и сказали, давление низкое. А дальше дело физиологии. 10% не растворилось этих солей. Ну, а даже соль в воде же растворяется. 10% никаких симптомов нет. Но давление становится уже не 120, а становится 110 на 70. 20% токсинов не растворилось, потому что воды не пьете. Если я сюда сейчас высыплю стакан соли, он не растворится, правда? А 2 стакана тем более не растворится. А что представляет себя сосуд? Он представляет вот такую же трубочку. И представьте, эта соль где будет оседать? На стенках сосудов. Она будет оседать, будет напор уменьшаться, препятствие будет. Значит, давление будет еще ниже падать, оно становится 100 на 60. 30% токсинов не растворяется, соли не растворяется, давление становится 90 на 50. У кого такие вещи были? Что вам говорили? Это ваша давление. И это физиология, это ваше рабочее давление. И самое главное, не пугайтесь, инсульта, инфаркта не будет. Вот когда там будет, тогда пугайтесь. А скажите, а если соль скапливается в каких-то участках, будет стенка разрушаться? Будет. А если в мозге, что будет? А в сердце? Я собиралась вообще на потребителя. А так поняла, кардиологи сидят с терапевтами. Ну, вам будут говорить, что не пугайтесь, низкое давление, это не страшно, это сейчас у всех. Попейте кофе крепкого, попейте чая. Ну, и так. А еще говорят, что это не хватает жилета. И еще, вот только от вас отвязаться, все у вас не хватает. А организм может долго жить в таком состоянии? Нет. Он начинает применять все усилия. И тогда уже нижнее давление, которое 80, характеризует деятельных почек, оно становится на 90. Кто из вас переживал гипертонический крест? Опишите клинику, что было. Тошнит еще? Р-р-р-рвет. Еще и рвет, еще что? Голова болит? Кружится? Вы что описываете? Движение чего? Организм избавляется от токсинов. Он его, его аж колотит и колошматит от того, что там творится. И, естественно, повышение давления здесь может быть и 130, и 140, и уже в нижнее 100, а потом уже 110. Разбросы верхнего могут быть разные. Что делает в этой практике медицина? Что с этим давлением надо сделать? Понизить. Понизить, назначить мочепонное и запретить пить что? Воду. Воду. Почему же при таком современнейшем медикаментозном обеспечении число больных с гипертонией не увеличивается, растет в геометрической прогрессии? Да только потому, что законы физиологии никто не отменял. Никто не отменял. Дай! Один из механизмов. Я не спорю, что там еще есть механизмы. Но если мы разумному человеку покажем, что гипотония это вальс на минном поле, и человек, думающий, что низкое давление это не будет инсульта, ему достаточно от 90 на 50 давление скакануло на 120 и сосуд лопнул. Ему скажут, вот ты перенес гипертонический крест, потому у тебя это произошло. Вот это то, а культуры измерения давления нет. Контроля измерения давления нет. Потому что людям не объясняют эту важную физиологическую часть. Мы не пьем воды, токсины не растворяются. Ну куда их надо выплевывать? Через какое место их выплевывать? И на помощь приходит доблестная кожа с ее придатками. Придатками кожи являются зубы, волосы и ногти. Я в драматологии провела 30 лет, 2000 диагнозов. Подход один. Чешешься димедрол, сильнее чешешься преднизолон. Я не отменяю сегодня своей информацией ни экзему, ни псориаз, ни бесконечной аллергии, ни бесконечное то, что есть. Но я знаю другую часть, что когда уже работая столько лет в коралловом клубе, я знаю, для меня это было вообще просто откровение. Когда мы начинаем, а мы делаем одно, мы выводим эти токсины, и на моих глазах начинается длительная-длительная ремиссия того же псориаза по 5-6 лет. Сейчас я уже в компании 12 лет, я вижу, что творится с этими людьми. Я знаю, что если мы успеваем, и там не до конца погибли волосяные луковицы, восстанавливается рост волос. Потому что волосы – это придатки кожи, зубы – это придатки кожи, ногти – это придатки кожи. И заметьте, если это нерастворенные соли выходят через ногтевую пластинку, соль сюда пошла, ее тут же начинают кушать. Грибки, стафилококки, стриптококки – мы тоже чья-то кормовая база. В этом мире пищевая цепочка не нарушается. И чтобы наши соли, токсины кому-то были полезны, их тут же начинают кушать. И бесполезно. Оно имеет значение, когда человек обращается с разными токсическими. Встречали вы больных с чесоткой? Она же повсеместно распространена. Почему одного есть и другого нет? У одного есть кормовая база для чесотки, а другого нет. Еще есть такой изошленный клеш Демодекс на лице поражается от пера птиц. Почему у одного есть, а у другого нет? Потому что кормовая база, которая в виде токсинов внутри скопилась, она явилась для него продуктами. И ничего сделать невозможно. Пока вы к коже не подойдете как к системному органу выделения. Выводы не пьете. Куда дальше? Кого попросить на вывод? Включается дыхательная система. А дыхательная система это все, что связано с прохождением воздуха. В том числе это ухо, это горло, это нос. Потому что там и встахивает труба, и тут все вокруг имеет контроль. Что такое миндалины? Это лимфатическое кольцо, которое защищает организм и мозг от проникновения патогенных бактерий. Это трахея, это бронхи, и это сами легкие. Встречать начинаете? Кто-то кого-то где-то. Поднимали руку с давлением. А скажите, есть ли вас или вы видели людей, у которых нахожение все благополучно? Вам теперь уже понятно, что нужно этого человека спросить, да? А спрашиваете, а что у человека связано с ушами? Да нет, там все нормально. В детстве только была ангина, ушки, как в садик отведут, так обязательно уши с носом. Не садик виноват. Понятно, да? А среда, в которой живет вот эта система. И очень интересное поведение организма, когда он уже, вот представляете, вот он мучается, 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 мучается. Ему не дают и не дают попить, не дают и не дают попить, еще и отучают. И организм складывает напрочь, шлаки и токсины, грязь в кости мышц и связки. Потому что отсюда уходит на нейтрализацию кислотного состояния кальция с хосфором, а сюда на место этих пустот намертво, хорошо, ложатся все солевые отложения. Вы посмотрите, сколько сейчас молодых людей, страдающих нестабильностью позвонков. Посмотрите, какая оперативная активность, по удалению этих позвоночных грыж. Вы встречали уже в своей практике, когда человек к нам приходит вот с этим симптомокомплексом, и вдруг ему становится легко. Я сейчас была опять в Томске, и была интересная женщина, 28 лет, она пришла 2 года назад к нам с 6 грыжами позвоночных дисков. Ну, естественно, операцию ей предлагали, можно мне еще, вот вроде, потерпеть? Да, наблюдайтесь, как совсем, все равно, куда вы денетесь. И когда она полтора года посвятила выводу вот токсинов, я расскажу, как это все было, и пришла к этому же врачу, на этот же аппарат. И они-то такие крутые ребята, с хорошим сленгом, она вырубывалась крупными-крупными, хорошими словами, говорит, у тебя же не было операции, куда они делись. Вот, вот они были, а вот их нет. И когда она сказала, что она занималась выводом токсинов, она говорит, ну, покрути его и скатит, ну, занимайся, ну, по крайней мере, избежала ножа. Потому что это, когда вы видите проблемы с суставами, с позвоночниками, все это бесконечные артрозы, артриты, всевозможные там их куча-куча токсинов, знайте, что это не сегодня. Вспоминайте про пропасть, которую человек хорошо, хорошо в ней был, ходил. Да, вы скажете, ну, не все пьют воду и не у всех суставы. Вот здесь, может быть, генетика и поможет. Слабо будет там, где это будет рваться. Рваться будет там, где, вернее, слабо, вот правильно сказать. Если в семье по жизни найдет сахарный диабет, что ж тогда вы с сахаром дружите круче, чем с любимым человеком? Нельзя, там слабенько. Итак, кости мышцы связаны. Отдельным блоком идет мочекаменная болезнь. Опять-таки, физиология. Посмотрите, почки – это такой парный орган, который находится сзади на спине. Там нет никаких условий, им, они никак не крепятся, они держатся за счет либо внутренней клетчатки, либо за счет мышечного корсета. И представьте, когда соль не растворяется, она где будет? Она же не на верхних полюсах будет. По законам физики она ляжет сюда. Что будет с этим органом? Он будет провисать. А если он провисает, пассаж мочи будет нарушен? Будут сюда подходить всякие инфекции? Будут. Вот пелонефриты. Вот и на опущение почки, причем в России нефроптоз, первая стадия мочекаменной болезни, не считается как признаком. Ой, а уже когда коралловые камни, не, вам только дробилка поможет. Поэтому мочекаменная болезнь это 100% нарушенные пассажи мочи и отсутствие культуры водного режима. Отдельным блоком стоит отечный синдром под разным соусом, сюда включающие. И сейчас бесконечные, бесконечные, кстати, коммерческого характера приемы похудения. То есть человек чего только не делает. Голод вообще, напишите себе, он не носит, он может. У голода одно только предназначение. Голод показан для восстановления функций организма. То есть очищение как такового от тех залежей, когда организм входит в стресс, когда он голодует, об этом мы поговорим на следующем занятии, я просто так вас ввожу в такую информацию, так вот, когда человек голодает, то он действительно начинает съедать сам самого и в первую очередь вот там, где все лежит. Но голод ни в коем случае нельзя рассматривать как способ для похудения. Более того, с помощью голода вы можете раскачать так свой метаболический обменный процесс, что всякий раз, возвращаясь к механизму, а если голод, значит организму сос. Война и скоро будет трагедия. Нужно запасать. Механизм запаса жира я вам покажу на следующем занятии, я порисую вам эти вещи. Так вот, отечные синдромы, а люди, которые особенно видят их визуально, они и вовсе запрещают себе пить воду, тут еще помогает доблестная медицина, потому что вода-то водирой. потому что, когда мы говорим просто о слове вода, мы должны понимать, что не вся вода попадает внутри клетки. Не вся вода может попасть в межклеточное пространство, потому что все, что делается в медицине, наверное, видели, из вены берут кровь, кому-то прогоняют через плазмоферез, там гемосод, что угодно делают. Но это идет способ очищения уже циркулирующих токсинов в крови. А нас-то с вами интересует клетка и межклеточное пространство, немножко разные понятия. Поэтому, когда мы с вами добиваемся именно внутриклеточного и межклеточного очищения, вот у нас и получаются те результаты. И когда человек говорит, не, 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 мне нельзя воду, я отекаю, тебе нужно ее пить еще больше в физиологическом режиме, потому что человек, который набирает вес, он не связан, 80% он не связан с деятельностью, он даже и не ест, он даже говорит, мне достаточно смотреть, и я уже начинаю вес набирать. Когда человек 100% никак с пищей не связан, не перебирает он калории, а в почки не выводят жидкость, и вот эта стоящая в межклеточном, внутриклеточном объеме вода, она ему будет приносить вес. Поэтому то, что мы сегодня видим, вот эти отеки визуальные, это говорит о том, что как раз почки уже не справляются, потому что отучились очень длительно пить воду. И отдельным блоком идет акушерско-гинекологическая проблема. Каков механизм? Вот девочка ходила, низкое давление, на коже какие-то высыпания, но когда-то период были связанные с ушами, с носом, может быть, горлышко болело, и вдруг у нее счастье, она встретила прынца на белом коле, и сперматозой это плодотворил ее циклетку, и появился эмбриончик. Будущий ребеночек, это еще эмбрион. Физиологи посчитали, 1 грамм эмбриональной ткани выделяет токсинов как 100 граммов взрослой ткани. А я вам описала клинику уже не справляющейся почечного токсикоза, на коже, в давлении, смотрите все. И вдруг нагрузка на ее материнский организм, на ее почки возрастает почти в 100 раз. Скажите, что будет делать организм этой матери по отношению к этой в лучшем случае, а в худшем? Ее тошнит, у нее голова кружится. Вы сейчас видите самый распространенный симптом в сериале падать в обморок. Ой, Балла, ты, наверное, беременная. А смотрите, что происходит. Токсины-то не выделяются, воды-то она не пьет. А на 8-й неделе у ребеночка появляются почки. Плацента появится на 12-й неделе, а на 8-й неделе природа дает ему уже почки, чтобы эти почки справились с организмом. Скажите, и эти почки начинают за материнский организм работать. И ребенок рождается, а почечки уже несостоятельные. Сдавайте зачет, что у ребенка будет на первых месяцах проявления. Какая система ответит? аллергию. Как вы ее назовете, эту аллергию? Диатезы. Да, сегодня на тысячу беременных 800 с токсикозами. Сегодня картинка, как у всех. Как у всех, как почему у меня. Организм делал все, чтобы это выплюнуть. Потому что, представьте, ребенок уже идет, закладка всех основных органов. До 12-ти недели они все закладываются. А в каком они, в какой они среде закладываются? И плетью обух не перешибешь. Нельзя ни в коем случае тебе пить. И начинают бабушек, прабабушек, извините, в нашей реке Томи, ой, в этой обушке, водилась рыба, и там купались наши бабушки в этой речке. То, что мы сегодня имеем нашу экологию, это забудьте, как наши бабушки и дедушки. Сегодня женское здоровье никому не нужно. А это мама родила ребеночка. Молоко токсичное, если она вся в токсикоиде. Она в рот дает ему, что ребенок будет делать? Сплевать. Срыгивать. Вес не набирать. Синий, как небо голубое. У него появляются диатезы. Что будет вот здесь? Они сегодня, вот я сейчас в Томске проводила школу, женщина слушала, слушала, голодая, и говорит, скажите, пожалуйста, ну объясните, вот моему ребенку 9 месяцев, а у него 8 раз уже были бронхиты. И сидит вот такая аудитория. Молодой человек, ему 28 лет. Я говорю, Сергей, спроси у мамы, что нужно спросить? Он ей говорит, а как беременность протекала? Она говорит, с угрозой выкидыша все 9 месяцев. Я говорю, так вы видите? Я говорю, что вам, Сережа, какой вопрос мы ей зададим? А он ее спрашивает, сколько грудью кормила? Этому я вас всего научу. Она говорит, 3 месяца. Я говорю, а потом почему не давала? Она говорит, ну а потому что ребенок плохо ел, отказался, молоко перегорело. Я говорю, Сережа, что ты маме должен сказать? Она чем кормила? Он говорит, так вы его токсичным молоком кормили, слава богу, что ребенок, я чего вам рассказываю? Чтобы вы понимали. А дальше классика жанра. Все это будет развиваться, у мужчины будет развиваться отсюда, отсюда, отсюда постепенно. А в девичьем организме, поскольку это еще и будущая жизнь, у нее начинаются, как только приходить месячные, а месячные то в 10 сегодня есть, а то в 14-15. Они должны в 11-12 яйцеклеточка созревает и выходить. Цикл должен 28 дней, потому что женщина луна, и она находится под влиянием луны, они так сегодня пришли и завтра не пришли. У нее должны всемесячные проходить просто в физиологическом режиме, а не то, что у них сегодня у этих бедных с таблетками, с потерей сознания, с обильными. И скажите, пожалуйста, если эта девочка была в токсикозной беременности, согласится она навстречу подсознательно с будущей? Она с мужчиной встретится, у нее нарушится цикл, она не будет способна ко благотворению, вот они бесплодие. Вот они бесплодные браки, первичное или вторичное бесплодие. Сегодня у девочек, еще нижнейшей половой жизнью, у них эрозия шейки матки. Это мы сплошь и рядом встречаем. Это кисты, это эндометриозы, это мастопатии, это опухоли, это миомы, ранний климакс, ну операция, если все правильно. Нет тела, нет проблем, зачем оно нужно? Плюс очень серьезная гамма психологических расстройств, потому что женщина на уровне подсознания помнит, что вот именно здесь она жила в аду. И никакие уговоры ее не заставят, потому что на уровне физиологии она испытала этот шок токсикоза. Ну смотрите, терапевт, кардиолог, дерматолог, косметолог, стоматолог, лор-врач, пульмонолог, травматолог-ортопед, уролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, педиатр. А в основе что лежит? Какой орган отказался выводить токсикоз? Почечный. Почечный токсикоз. Отвечайте, почему он развился, в основе легло. Вот и нет. Они вторично, они потихоньку испытываются. Специфических симптомов нет. Вы не поверите, они не болятся. Даже человек, который уже входит в почечную недостаточность, когда он узнает, что у него почки отказались, они начинают сигналить вот по этим причинам. То есть начинается вопрос потом. Хорошо. Это понятно? Ну а теперь информация, как же развивается кишечный токсикоз. Кишечный токсикоз. Ликбез нужно знать, потому что у вас это есть. Вы должны знать, как у вас работает ваш пищеварительный конвер. Вот он пищевод. Он переходит плавно в желудок. Из желудка идет двенадцатиперстная кишка. Из двенадцатиперстной кишки идут петли тонкого кишечника и завершающий отдел толстого кишечника. Справа лежит у нас печень, которая 24 часа в сутки работает. В ней происходит синтез, в ней происходит дезинтоксикация. То есть это мать Тереза. 24 часа в сутки, плюс все шлаки и токсины в виде желчи собирается в желчный пилы. Под желудком лежит капризная дама всего 100 граммов. Всего 100 граммов. Называется поджелудочная железа, которая выделяет ферменты на переваривание белков, жиров и углеводов. И там же у нее образуется важный гормон, мы его во вторник с вами будем разбирать, инсулин. Я расскажу о его механизмах. Вы узнаете очень-очень серьезные детали, как все это работает. Так вот поджелудочная железа имеет проток, и проток из желчного пузыря всходится в одном месте. Я даже не умничаю, не называю по автору это место. Все врачи его знают. Возьмите Атлас, возьмите учебник по анатомии, вы там все это найдете. А теперь смотрите, как все это работает. Пища поступает в желудок, сфинктера вот этот закрывается. Капилорический отдел желудка он называется. И здесь в желудке начинается механическое перетирание, обработка соляной кислотой, куска, ну, объема пищи. Обрабатывает, и начинается предварительная подготовка к пищеварению. Затем, когда все это заканчивается, пища переходит в 12-перстную кишку, и как только она сюда попала, закрылся этот сфинктер. Закрылся этот сфинктер, и открывается вот этот, откуда выливается желчь и соки поджелудочной железы. Для чего? Для того, чтобы переварить это, и одновременно с желчью, а желчь будет переваривать, обрабатывать жиры, ну, и желчь еще и пошла с токсинами. Так устроен наш организм. Нет у нас вот здесь трубочки, чтобы отсюда выливалась желчь. Организм очень природный, вообще мы уникальны с вами модель производства, что все одномоментно и все качественно. А затем открывается этот отдел, и пища перевариванная, переваленная, пошла в отделы тонкого кишечника, и там собственно начинается всасывание. Все, что организм взял, снова через печень провел, печень отсортировала, и там уже все пошло в организм. И все, что организму не пригожа, в отделы толстого кишечника, из расчета того, что в утренние часы, а по законам китайской медицины, толстый кишечник работает с 5 до 7 утра. Смотрите, как организм устроен. Что именно до 7 утра, до завтрака, и китайцы говорят, если у тебя нет утреннего стула, ты не имеешь права на еду. Ко мне пришла женщина, доктор, жалуется на выпадение волос. Я ее спрашиваю, как работает кишечник. Она говорит, нормально. Я говорю, в какие часы опражняются? Она говорит, что часы один раз в 7 дней. А ее окушаете сколько? Она говорит, ну как минимум 3 раза. Я говорю, скажите, волос органа? Она говорит, наверное, орган. Я говорю, так умный орган покинул дурную голову. Потому что та среда, где ему нужно, она пришла ко мне как к дерматологу. Ко мне приходит, ну понятно, к дерматологу приходят с разделом, с глазами не приходят. Просто дерматолог потом выявляет, что и с глазами плохо, и с щитовидной железой плохо, и с теми-теми плохо. Опять-таки, если человек это знает, в каком ключе двигаться. А теперь смотрите, некоторые детали. Желочь. И мы с вами договорились, что печень работает 24 часа в сутки. Но она в ритме сбрасывает желудок в желчный пузырь. И размер желудочного пузыря это где-то 250 миллилитров, вот полбутылочки моей. То есть он не безразмерный, он имеет свои объемы. И желудок сбрасывается каждый в ритме 4, 6 и 8 часов. Организм физиологично настроен, что вы пробежутки между пищей больше 8 часов не должны создавать. Потому что желчь может выйти только тогда, когда поступают сюда пищи. Если пища не поступает, то вот этот сфинктер закрыт. Все стоит. И когда я задаю вопрос, когда ужин, народ напуганный атеросклерозом, избыточной массой тела, скажите, после каких часов он не кушает? Вот говорят, после 18 не кушаю. Я говорю, после моих лекций, после 18 нельзя, а после 19 надо много кушать. Почему, говорит? Я говорю, да потому что, если вы, тогда когда завтрак, если ты в 6 часов последний раз 18 у тебя, то реально ты в 4 часа должен позавтракать. 5 утра, да? Ой, нет, что? А смотрите, что получается. Когда человек находится в длительном, практически в пожизненном коксикозе, он не способен завтрак полноценно принимать. Почему завтраки должны быть такие полноценные? Не чашка кофе и сигареты, как сейчас основная масса. Им некогда. Так они заняты, что им некогда погонять желчь. Ужин, завтрак съешь сам. Причем он должен полноценно быть, белково-жировой, чтобы вызывать постоянно профилактику. Слышали о таком диагнозе? Дискинезия. А вы знаете, что такое дискинезия? Кинезис – это движение, а дис – нарушение движения. Связано с чем? Не идет опорожнение желчного пузыря. А если он не опорожняется, а желчь сослевается? Что будет с этой желчью? Концентрироваться. А будет здесь, она же грязная среда, будет сюда присоединяться воспалительные всякие вещи? Вот вам и ставят холециститы. Дискинезию. А это все стоит, вот они все рядышком. Будет этой капризной даме доставаться? Если вы то покушали, то не покушали. И вот это извращенное нарушение правильного пищеварения, выдумки на раздельное питание и еще раз на вегетарианство. Не, ну слону можно, у него желудок, он съедает траву, и у него в процессе пищеварения происходит все, что нужно. Когда мне люди начинают про слонов и про коней рассказывать, я говорю, ты не слон, не корова, не конь. Если ты таковой, принеси мне, пожалуйста, фиброгастроскопию, ты пошел, и мне принесут, что вот у этого индивидуума двухкамерный желудок, и он конь. Вот тогда я тебе скажу, ах, кобыла. Мы сейчас были у знакомых, и девочка 5 лет, приходит, плачет. Мама, папа меня обидел. Что он тебе сказал? Я ему говорю, папа, ты кобыла. Он говорит, нет, я конь. Папа меня обидел, я хочу, чтобы он был кобыл. А он говорит, нет, он конь. Поэтому я не знаю, когда люди начинают выдумывать. Но если еще до 14 лет, упаси вас, Господи, начать детей над ними измываться, я вам расскажу о роли белков и жиров, физиологические раскладки. Не приверженность какой-то школе, или какой-то там, не приведи Господь, чему-то дурики выдумывать. А нормальные физиологические вещи. Так вот, это здесь будет закупорка, вот этих ферментов? Желочь не выходит, это не выделяется нормально. Причем, когда вы съели, неважно, вы съели конфетку, а выделилось все, и на белки, и на жиры, и на углеводы. И сколько вы будете изматывать эту поджелудочную железу, у нее потом запасы-то все равно и спрещаются. А если они некачественно выделились, что будет с комком пищи? Не переваривается. Не переваривается. Все будет стоять. Все будет создавать вот эту интоксикацию. И начинается трагедия в желудочно-кишечном тракте. Ну, а когда уже появляются эрозии, язвы, это еще дурики, это у кого сегодня гастрита, нет у кого холецистита. Я говорю, давайте мы уже не про кого, да. У нас 7 миллиардов, один надо миллиард оставить. Любым способом убрать правильную физиологическую информацию. А дальше ничего не надо делать. Ну, пусть эрозия, пусть язва. Человек живет язва, язва 12-ти перстной кишки, ну, скажите, какую таблетку выпить или травку попить, чтобы это все не протянет. И еще. В толстый кишечник в первые сутки при рождении с молоком матери ребенок должен заглотить условия для развития и самих лакто- и бифидобактерий. Это полезные бактерии, они чужие изначально. Они пришли к нам извне. Но в первые сутки ирунная система ребенка, она интактна к кому, кто бы ни пришел. Почему первый глоток, это должно быть обязательно продукт молочного содержания. В идеале это молозиво. В идеале. Ну, более худший вариант, там молоко, пусть донора какой-то, кормилицы, что проводилось в 90-е годы. Геноцид, я как раз диссертацию свою писала, я это видела, я это знала. На язычке у ребеночка, у нас у всех, есть рецепторы, которые мы запускаем в процессе вскармливания, почему очень важно, очень важно период вскармливания и формирования всего организма с правильными этапами. Так вот, если на язычок обделались очень простые вещи, чтобы выбраковать население, в детстве, в роддоме, в первые сутки, вот он только родился, он еще ничего, невозможно ребенка не кормить, а ему на язычок давали капельку глюкозы, в лучшем случае, если воды, давали глюкозу. И ничего, этот уже ребенок, он сначала возьмет сладкое, а потом все остальное. А если сладкое, механизм, расскажу, забегая вперед, на любую глюкозу всегда должен выделяться инсулин. Запасы-то тут невелики. А его посадили, и ничего не могут сделать. Более того, если в первые сутки не дали молока, не дали условий для заселения лакта и бифидобактерий, все равно кто-то придет. Придут грибки, стафилокон, они же вокруг все. И тогда, на следующие сутки, когда придут даже лакта и бифидобактерии, иммунная система скажет, там уже живут, вы откуда? И будет извечный конфликт, сделать ничего нельзя. А вот они сейчас и есть. Откуда в детстве сахарный диабет? Откуда эти бесконечные кожные проблемы, все, что там связано? С очень простых вещей. Сейчас на этом стоят очень строго, но сейчас пошли по другому пути. Сейчас детей до года поедет не надо. И все сидят, как попки повторяют. Я говорю, продолжайте это делать. Верьте, пожалуйста. Моя задача вам показать те истинные физиологические аспекты, которыми надо знать и действовать. А лакта и бифидобактерии, во-первых, они не конкурируют с нами с кислородом, а это им уже большая плюс. Серьезную лекцию по гипоксии вам дам. Во-вторых, они не едят нашу пищу, они питаются только клетчаткой. Мы с вами клетчатку не перевариваем. Никто из вас не переваривает топинамбур, репу, репу, отруби. Все, что связано с целлюлозой, наши клетки не едят. А полезные бактерии дай сюда. И скажите, пожалуйста, имеет смысл принимать только какие-то условия, препараты, которые будут якобы восстанавливать лакта и бифидобактерии? Имеет смысл, когда их стало меньше, в силу каких-то причин? Если даже вы даете во флагонах раз, молишь сейчас, надо восстанавливать, у нас, более того, на медицину это шагает еще дальше. В серьезных программах, а-ля Первый канал, вам заявляют, что вообще такого вам по ушам ездит, состояние, дисбактериоза такого диагноза нет, он не лечится. И вы все думаете, что это надумка, правильно, это не диагноз, это состояние, состояние равновесия. И если эти серьезный отдел вот этого кишечника, всего желудочно-кишечного тракта на выходе не работая, вы не представляете, что развивается с организмом. Вот именно они в завершающем этапе имеют колоссальное значение на вывод токсинов, которые образовались в процессе пищеварения. А вам говорят, что и ребят, или попейте, попейте вот, ну как бы вот то, что есть. Там масса, масса сейчас разных этих форм и в каплях, и в таблетках, и там растворок, и все на свете. Не вопрос. Вы даже то, что в первые сутки заглотили, это заглотили чужое. Она стала родным, потому что она не вошла в конфликт с иммунной системой. Иммунная система их не выплевывает. Они, им нужно создать условия. А как вы понимаете, условия, помогите, хорошей работе образовая, она образуется, желчь, чтобы хорошо работала поджелудочная железа, чтобы на стадии пищевого комка произошло качественное переваривание. И вот этих вот котят, которые получили вы в первые сутки, вы обязаны их кормить. Кормить чем? Клетчатка. Вот она, клетчатка. Если вы их клетчаткой кормить не будете, они, естественно, недокормлены, не выполняют свою функцию, их становится все меньше и меньше, а на их смену к ним завершение приходят сначала условно патогенные, типа дрожжевых грибков, а потом хорошие патогенные микробы, такие как протезы, негнойная палочка, стафилококисты, и понеслась. И понеслась проблема развертываться, как в калейдоскопе. Гастроэнтеролог, гипотолог, инфекционист, проптовок, терапевт, кардиолог, стоматолог, дерматолог, косметолог, все хотят молодыми быть, пульмонолог, лор-врач, травматолог, ортопед, сейчас суставы меняют на раз-два-три за ваши деньги любые капризы, уролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, педиатр, 16 специалистов. Вам куда? Я их не высмеиваю. Я еще раз сказала. Когда ваша степень интоксикации будет запредельна, карета скорой помощи найдет, куда вас привезти. Либо вы уже приходите, а вам говорят, поздно пить вожжой. Почки приказали жить. Заметьте, два отдела желудочно-кишечный тракт с кишечника. А у нас не принято спрашивать друг у друга, как ты мочишься, сколько ты пьешь и как опорожняешь кишечник. Мы спрашиваем о чем угодно. Нам раздули очень красивую картинку по сахарному диабету. У нас Крачковская показывает глюкометр, у нас любимый Якубович. И все смотрят, говорят, о, у них же тоже как у меня. А я что тогда боюсь? Раз у них есть, я же причастен, к великому. У нас уровень сахара, когда я училась в институте, у нас верхняя граница сахара была 4,5, сейчас 6,5. Холестерин был 6,4, теперь 4,8. Почему по холестерину такая война? Потому что холестерин это такая классная вещь. А когда я вам разъясню во вторник, где какого бояться и что нужно делать, и не поверите, самое первое, что нужно объявить войну холестерину, плохому холестерину, это начать пить воду, правильную воду. Потому что клетка не отдает воду и латает свои аквапориды, отверстия, из которых уходит вода, к холестеринам. И плохой холестерин образуется в нашем организме только потому, что наступает дисфункция лакто- и бифидобактерий и начинается испуговая катастрофа. Я вам расскажу про гипоксию, как она медленно, но верно убивает на повал. А вам рассказывают сказки. Поэтому моя задача не развенчать ваш уровень, дать вам информацию, а информированный человек уже имеет право на выбор. Но если вы выбираете, вам нужно нести ответственность. И, конечно, как вы понимаете, степень к интоксикации вот здесь индивидуально. Дети, как вы понимаете, быстрее восстанавливаются. Правда? А если человеку уже, извините меня, не 40, а уже 50, я всегда спрашиваю, а сколько нужно мероприятий проводить по времени? По какому сроку? Вы думаете, что я отвечаю на этот вопрос? А сколько ты хочешь жить? Если ты завтра собрался представиться, напиши завещание, по крайней мере. Чтоб в гробу тебя не порвали. Я рассказываю много, на встрече я рассказываю намного меньше, в зависимости от того, сколько человек хочет со мной пообщаться. Но уже порядка лет, наверное, 5-6 я никого не уговариваю, что я делала в начале своего пути. Меня заводило, меня мучила гордыня, не по-моему, я же хорошего выхожу. Он приходит мне, задает вопросы, я начинаю рассказывать. И он начинает умничать. Я говорю, умничать будем теперь в другом месте. Моя задача тебе сказать, будешь делать или нет. Будешь делать по виду, не будешь делать ничего. Все. Спасибо за внимание. Сохранил мое дальнейшее время, потому что дальнейшее время может быть посвящено кому-то другому. И как вы понимаете, нужно создать условия, чтобы эти токсины выходили. Какие токсины выходили, повторяю? Ну, какие они бывают? Возорастворимые и жирорастворимые. Правильно? Значит, наша задача обеспечить почечную систему и деятельность желудочно-кишечного тракта в помощи. Первая помощь здесь, желудочно-кишечному тракту, это организовать ритм питания 100%. То есть, как можно просто начать себя обучать, укорачивать сроки застоя желудка. Значит, опять-таки, если человек находится в токсинкозе, особенно вот в этом, я всегда образами, вот с вами и почему очень много образов, говорю, потому что вы сидите передо мной, маленькие дети. В чем отличие от детей? У вас кошельки с деньгами. Вы кошельки с деньгами. Маленькие дети, но кошельки с деньгами. Вы решаете, достать копеечку или не достать копеечку. Но маленькие дети, поэтому я вам рисую, как маленьким детям, образы. Мы с вами обучались жизни сказками про золотую рыбку, рупы, мелюшку, да? Про образы. Нам говорили, что золотая рыбка, вот тот и тот, точно так же, маленьким детям рассказываем образами. Так вот, образы, которые говорятся по жирорастворимым токсинам, что вам необходимо понимать, что белки, которые, расскажу отдельно, жиры, это судьбоносные, судьбоносные условия еды, они должны поступать. Но они дают столько отхода, это как дрова с углем. Вот мы сейчас сибиряки, мы можем даже в южных странах, никто уже в южных странах, ну там не топит уже ничего, не надо там тепло, но никто не топит печки бумагой. Правда? Ну бумагой, если вы зажгете, она даст только пепел, токсинов мало. А когда идут белки с жирами, там как дрова с углем, там очень много токсинов. И скажите, если образовалась зола от сжигания дров и углем, надо это удалить? Надо. Если мы не создаем условия для вывода отходов от белков и жиров, то человек начинает и отказываться. Когда мы спрашиваем, как молоко переносишь, очень плохо. А как жирное? Ой, жирное не могу. А чего у тебя происходят метеоризмы, вздутие жирова? И начинает перечислять. Но на вопрос, какую пищу не переносишь, он говорит, все, ем нормально. А раз он то и не переносит, он то и не ест. И что происходит, особенно в детстве? Ребенок, находящийся в жутком токсикозе, где он получает энергию? Как вы думаете? За счет чего? За счет углевода. Вот они тех, которых невозможно накормить. Вот те, которые плохо растут. Вот те, которые конючат. Конючат буквально. Я сейчас ем три ложки супа. Ну ты обещай, что ты мне конфетку дашь. Они с вами рядятся. Вы должны понимать страшные эти проявления симптомов, когда вы видите уже неправильную форму питания. Итак, что нужно сделать, чтобы заработали хорошо почки на вывод водорастворенных и заработал желудочно-кишечный тракт. Конечно, обеспечить водой, правда? Ну куда проще. Я рисую вам картинку, образы. Вот стиральную машинку. Скажите, воду льете? Кондиционеры. Даже наши бабушки в нескольких водах полоскали, добавляли синьку и крахмал. Восстанавливали после стирки. Ну, совсем древние нечего было восстанавливать. Глядь такой не было, правда? Однозначно мы сыпем ферменты, порошок. Так, порошок. И на кнопочку нажимаем, чтобы была энергия. Скажите, кто-то растирает по-другому сейчас? Нет, нет. Наш организм все то же самое. И он отчитывается перед нами. На, распишись, я тебе отчитываюсь. Калмача. Упаси вас, Господи, чтобы они перестали выходить. Ну, я знаю тех людей, которые нерегулярно, они привыкли. Пришла жалуются на выпадение волос. А у меня с детства проблемы со стулом. Я говорю, меня как-то это мало сейчас волнует. Я могу показать, если мы успели. Я знаю те, которые не порожняют кишечник. Но я не знаю тех, которые не мочатся и не дышат. Они в царстве небесном. Вам куда? Потому что, когда уже отказывают почки, а они взаимосвязаны, кишечник с почками взаимосвязаны, как этот разовьется токсикоз, мне сложно сказать. Это будет уже ваша индивидуальность. А может быть у кого-то всем сразу и махом. Все было нормально, и вдруг вот тебе, откуда? Да не вот тебе, пропасть, которую вы проползали очень хорошо. Вы ее пропустили. Поэтому в нашем организме все то же самое. Он тоже стирает. И постоянно. 24 часа в сутки. И 24 часа в сутки эти не отдыхают. Поэтому они отчитались. Дайте им возможность снова налейте. Снова создайте. И они дальше будут делать. Поэтому сюда должна быть вода, и только вода. Дам вам школу про пограничную воду, про солнечную воду, чтобы у вас так это, знаете, вообще просто понимали, откуда ноги растут. Я сейчас просто о той воде, которая должна попасть в клетку через аквапарины. И в каждой мембране клетки есть особые отверстия, которые могут пропустить воду, но только со специальными восстановленными 12 физико-химическими свойствами. Потому что любая фильтрация, любая фильтрация, она изменяет свойства воды. Все это изучили. Все это... Вы не представляете, какое количество было проведено исследований. Но мы пошли еще, ну так, люди с мозгами. И не вот-то кого-то тут уговоришь. И быть в окружении образованных людей, конечно, это еще один парадокс. Ну, сложности, потому что кто-то на веру принимает, а эти начинают еще доказывать. Так вот, мы когда взяли, ну, как бы разные пробы воды проверяли, воздействие на человека. А потом посидели однажды, покумекали, и думаем, нет, давайте сделаем классику жанра на крысах. И благодаря Игорю Петровичу, Данилову, вот Игорь Петрович, где будешь на этих находиться, всегда буду тебя поднимать. Ну, поаплодируйте. Где он, куда он ушел? Игорь Петрович, покажись. Устань. Где он есть? Астерлес. Ну, зайдет, как-то скажите, пожалуйста, чтобы он зашел. Потому что, действительно, это была его, так сказать, продолжающая функция, потому что, чтобы взять крыс, это вообще очень, очень дорогой лабораторный материал, но он независимый. И этих крыс запаивали фторированной водой. И разделили их потом на три группы. Одну группу крыс отпаивали дистиллированной водой, вторую группу крыс отпаивали коралловой водой, а третью группу крыс отпаивали коралловой водой вместе с H500. Это варианты микрогидрины H500, то есть это те варианты, которые эффективно, это как восстановитель, дает возможность. Мы волновались больше, чем крысы, потому что им пришлось еще и погибнуть этим крысам, потому что надо было взять почки, у них легкие. Ну, а как, мне и людей же забивать, да? И когда мы взяли у них все показатели, которые отвечали за степень безотоксикации, так вот эта комбинация микрогидрины H500, 90% достоверности со всякими, нам не надо было никаких подтасовок, нам надо было знать, с чем мы работаем. Так вот, эта третья группа оказалась самой эффективной на 90% вывод водорастворимых токсинов. Да, сегодня мы имеем международный патент, а все, кто выдают патенты подобного образа, это очень серьезная организация, потому что именно для нас было очень важно. То, что мы делаем, обогащаем кораллом, это одно, я всем говорю, я деловая, ленивая, мне некогда замораживать, намагничивать, я опустила в любую фильтрованную, самое главное, воду, а дальше я уже занимаюсь правильно, потому что каждому из вас вы люди взрослые, маленькие дети, кошельки с деньгами, если вы не получаете результата, вы что делаете? А ну ее, опять меня обманули. А если вам 50 лет, то вам сколько надо как минимум разогнаться на внутреннюю мотивацию? 50 месяцев. Ой, это что так много, я 50 лет же прожил, да? Вот если 10 лет ребеночку, то это только 10 месяцев, тогда научитесь. И порошком, аналогия порошка, это ферменты, пока вы не научите, а это целые подходы восстановления деятельности поджелудочной железы, включая степень очистки и то, что мы достали классические тюбажи для того, чтобы восстановить поджелудочную железу. И, конечно, то божественное вещество, когда я провожу школу по лицетину, если не догонять роль лицетина в организме нашему, ну не понимать очень простую вещь. Все клетки у нас имеют митохондрии. И митохондрии выделяют энергию. Кстати, первое, с чего начинается гибель клетки, это перестать вырабатывать энергию. Симптомов никаких нет. Не вырабатывается энергия, клетка гибнет. Гибнет клетка, гибнет ткань, гибнет ткань, гибнет орган. Представляете, сколько времени надо на все это? А чтобы образовывалось АТФ, есть внутренние условия. Организм как-то в это идет. Потребляем углеводы, глюкозу, белки начинают разлагаться для того, чтобы обеспечить энергию. И, конечно, мы с вами должны давать условия для синтеза. Вот этой АТФ. И в чистом варианте это лицетин. И на банке написано, это фосфолипид. Все вы проходили химию, знаете. Фосфор, это фосфор. Липид, это жир. И когда вам говорят про лицетин сухой, ну, кто из вас видел сухое сливочное масло? Кто-нибудь видел? Нет. А то, что вам написали лицетин сухой, ну, знаете, по ушам въедет, и вы так хорошо, хорошо. И самое главное, дешевое. Чем отличается? Я говорю, чем запорожец от мерседеса? Тоже с колесами. Но если вы в чистом виде получаете лицетин, а дальше дело, возьмите, зайдите, почитайте просто о лицетине, что это такое. Это все мембраны клеток. Это источник энергии. А если он способен восстанавливать мембраны клетки, потому что это жир, да еще давать фосфорную кислоту, пить или не пить, жить или не жить клетки. И если по две капсулы два раза в день, ну, это оптимальный маленький вариант, потому что это и мозг, это образование ацетилхолина, это передача нервного импульса, это 100% печень. И если печень у нас не справляется с выводом токсинов, а еще у меня очень интересная функция у печени, она инактивирует гормоны. А если печень грязная, инактивация гормонов не происходит. Обломки плавают, и гипофиз говорит, нет, нет, там все с гормонами нормально, а они обломки, они костыли. И начинается медленное выключение эндокринных органов. Вы приходите к эндокринологу, вам начинают заместительную терапию давать, давать гормоны. А когда мы начинаем делать правильные вещи, восстанавливать функции печени, начинаем давать хорошие дозы лецитина, научиться пока две капсулы два раза в день, и вы уже привыкли. Скажите, беременной женщине надо это? А детки, которые рождаются, надо? Условия, вы не представляете, какое блаженство, сейчас я была в Томске, и была в семье двухмесячный ребенок. Мамка с мозгами, коралловка, всю беременность, понятно. И ребеночку в родильном доме она начала уже коралловую водичку давать, его не обманешь. И какое блаженство, когда ему капельку дает лецитина на язычок, как будто ему, знаете, манна небесная свалет. Он улыбается язычком, все. Скажите, умная мама или нет? Потому что она прекрасно понимает, что ребенку нужно делать. И скажите, сколько эта вот машинка должна стирать? Смотрите, мы сюда с вами кладем ткань махровую, хлопчатобумажную, да? Никто туда не кладет тонкую шерсть или какой-нибудь шелк, а в нашем организме костная ткань, иммунная ткань, легочная ткань, нервная ткань. Мы с вами из ткани и умудряемся еще это не убирать, не стирать. Рассуждай. И скажите, в завершение к этому, что нужно обязательно? Вывод токсинов, Даня. Кто еще будет? Помогать? Игоцин, наверное. Ну, вода есть, ферменты есть, аж 500 есть, лецитин есть, еще что? Клетчатка. Молодцы, клетчатка. Я всегда даю право человеку выбора. Я говорю, каждый день репа или кормовая свекла, ну я королей называю, либо топинамбу каждый день, либо топинамбу, либо отруби. Я всякий раз вижу гримасу на лице, ну очень вкусно, правда? Да, ну как это так? Привычка. И разнообразить клетчатку, пожалуйста, это ваша задача как-то, но это должно быть. Поэтому выбор продуктов, который вам расширяет эту кормовую базу, это те растения дополнительно, которые в том числе являются источником клетчатки. Вот королем по источникам клетчатки является люцерна. Люцерна. Она, во-первых, знает ход почек, значит она включится, вывод токсинов. Люцерна, она царевна среди трав. Это источник микроэлементов, это источник белка, это источник витаминов. Но люцерна еще и выводит соли мочевой кислоты. То есть все вот эти изменения, которые связаны с скоплением солей, особенно вот эти подагры, люцерна здесь не заменила. Это спирулина, это хлорелла, это все ламинарии, которые сейчас есть. Не вопрос, если человек, ну хорошо, нормально, но я знаю, что находясь во всяких разъездах, командировках, где-то эти отруби, ну будешь с банкой с собой брать. Не вопрос, самое главное, чтобы было. Для меня самое главное, чтобы вы оптимально понимали, что это нужно делать. Но когда к нам пришли на помощь наши супермаркеты и гипермаркеты, да, не там один магазин и то купил, другого, я зашел в одном месте, все купил и забыл о необходимости. Ну вот, как бы меня все время говорили, ну машинка это вот как-то звучит, не звучит. Вы знаете, какой-то там вот, ну не очень литературно, долго кумекали. И благодаря совместным действиям у нас появился вот такой термин. Коралл детокс, который будет включать в себя коралловую воду плюс H500. Он будет включать в себя ферменты на начальном этапе, потом мы даем очищение тюбажи, и там уже конденсируется поджелудочная железа, сама работает. Обязательно лецитин и сюда обязательно так называемый эубиотический ужин. Эубиотический ужин. Эубиоз это гармония. То есть ужин для лакто- и бифидобактерий. Все, кто были в санаторно-курортных лечениях, знали, в 10 часов всегда дают волочный продукт. Для чего? А для того, чтобы в 10 часов у вас открылся сфинктер в поджелудочную железу, в 12-перстную кишку. Молочный продукт это жидкая еда. Жидкая еда. Вышла желчь, вышли ферменты, но мы на молоке или молочно-кислых продуктах даем или люцерну, или хлорелу, или даем спирулину, или даем лопух сейчас есть. 5-6 капсул, сколько пить? Я говорю, вот доза вот этой травки определит, что утром вас труба позовет. Потому что кого-то позовет от 2-3 капсул, а кого-то и 10-ки пробьет, потому что грязи много. И корова, когда выходит на лужайку, хозяин ей не рассчитывает на килограмм веса съесть травы. Ну, съели хорошо люцерны, ну и хорошо. Мы сейчас даже рекомендуем разгрузочные дни на одной люцерне. То есть идет коралл детокс и целый день люцерну кушаем и все. И очень хорошо очищаемся. У нас отпадает напряжение проводить, не все могут перенести всякие очистки, а их нужно. Вот в этом состоянии мы проводим постоянные условия, физиологичные условия для вывода токсинов из организма. Кто сегодня первый раз здесь? Молодцы. А кто здесь уже получил результаты, вот именно на такой форме, потому что город Новокузнец с февраля месяца живет в режиме подобной схемы? Кто проводил сначала одну машинку, поднимите руку. А кто сейчас добавляет эубиотический ужин? Разница есть? А кто вообще получили результаты, когда вы стали проводить подобные вещи? На этом фоне я буду во вторник говорить, что нужно делать. Если у кого-то что-то еще не получилось, три вещи, которые не приведут вас к результату. Три вещи точно не приведут. Вторичная выгода, а вы не хотите. Ничего не получится. Второй отсутствующий результат, что вы нарушаете алгоритм, вы приходите и начинаете решать проблему ту значимую. Приходят, а что у вашей компании от костей? Я говорю, от костей ничего, для костей да. Насколько глупо начинать восстанавливать кальций, пицелин, цинки, витамины с микроэлементами. Если вся кость забита солями, ты что сюда даешь кальций? А он вот так идет, он сюда не попадает. Пил, пил, не толку нету. И не будет. А вот этот спрашиваю, а машинку? А что такое? Не будет. Нарушение алгоритма не приведет к результату. И третья причина, когда вы не получите результат, я его назвала секрет старого еврея. Не жмитесь, господа евреи, когда завариваете чай. Ой, я в аптеке селен по 5 копеек куплю. Это по 2 копейки. Потому что я еще раз говорю, вы можете ничего больше не делать. Плохо относиться ко всей коррекции. А к ней относиться сегодня, не корректировать свой образ питания, не корректировать с помощью. Кому не нравится слово БАДА, поднимите, пожалуйста, руку. Честно. Или вокруг говорят, БАДА это плохо. Ладно, не про вас, вы хорошие. Кому не нравится? Все. Почти все, да. Я мне, когда говорит, подхомудникова, мы тебя не уважаем, ты занимаешься БАДАМИ. Я говорю, я БАДАМИ? Я занимаюсь сапплементами. Кстати, я нахожусь в обществе сапплементологов. Есть такое европейское общество. Мы туда с профессором вошли, чтобы даже на европейском уровне быть защищенным. Потому что мне немного желающих а-ля все сделать сапплементологи. А вообще, это удобрения. Я приехала в Литву, спрашиваю, кто плохо к БАДАМИ поднимается. Я говорю, как по-литовски удобрения? Они говорят, трашос. Я говорю, ой, я трашесом занимаюсь. А в Словакии, я говорю, как по-словацки удобрения? Они говорят, гноево. Я говорю, ой, я не БАДАМИ занимаюсь. Сапплементами, трашесом и гноевом. Потому что народ начинает словами играть. Потому что удобрения, в том числе, это белки. Удобрения, это жиры. Я вам расскажу, и вы влюбитесь вообще в эту тему. Ни в коем случае это нельзя исключать из еды. Но вы не съедите каждый день по 2 кг рыбы жирной. Не съедите. А надо, где вы масло получите. Вы не выпьете по стакану масла. В основном, в лучшем случае, вы отдаёте предпочтение, то, что подешевле. И сколько-то в Словаке. А организму, когда вы поймёте функцию жиров, у вас будет совершенно другая внутренняя мотивация. Потому что пить или не пить, есть или не есть, это вопрос выбора. Жить или не жить. Поэтому, я ещё раз говорю, вы из вредности можете ничего не делать. Но, пожалуйста, наведите порядок. Потому что 24 часа в сутки вот это всё работает. Не, вы можете составить свою рецептуру. Не вопрос. Не вопрос. Будет 100% дороже, неудобней. Потому что, правильно, как вот Сергей Шкавров говорит, а чего мне, говорит, напрягаться? Там уже всё, артиллерия такая прошла. Три года всё проверять, всё изучать, патенты получать. И вам только вот так вот начните делать. Потому что ваш день должен начинаться с этого и кончаться этим. А всё остальное уже на следующем занятии, что-сюда дать. То есть, коралл детокс как таковой, он не должен у вас выключаться. Когда спрашиваю по деньгам, я сразу отвечаю. 3,5 тысячи рублей в месяц. Всё. Если вы посчитаете, сколько стоит всё остальное в больницах, ну, я даже считать вам не хочу, это в разы, в тысячи больше. А к чему приведёт? Ну, к любому. Вы видите, любая койка вас ждёт. Какую хотите, такую закажите сразу только. При жизни. Потому что проработав столько лет врачом, я ни разу не встречала ни одного, более того, боли, мольбы и просьбы, чтобы какой-то родственник или сам больной сказал, мне, пожалуйста, уберите чего-нибудь и подешевле. Доктор, умоляю, распишите самое лучшее. Потому что нужно спасать или ребёнка, либо родственника, либо чего. А беспечность, ну, ружьё могу сказать. Говорю только одно. Когда мне начинают по этой части что-то умничать, ну, составить своё, пожалуйста, не вопрос. Я говорю, как бы алгоритм даёт, но когда вообще начинают по этой части, раньше я заводилась, у меня аж петушилось всё вокруг. Сегодня я говорю, у него ОГМ, отсутствие головного мозга. Собрался умирать, пусть не отвлекается, я здесь почему, чего мешать человеку, он собрался умирать. Если я сейчас буду разбирать с ним эти вещи, я кому-то не помогу. Чей-то ребёнок не родится, чей-то родитель не доживёт. И кто-то вообще не увидит нормальную эту жизнь, которую есть. Потому что вот это процесс, это процесс регенерации и восстановления. Это процесс долгожительства. И когда вы посмотрите на все исцеляющие, оздоравливающие механизмы, они все построены на вывод токсинов. Ну, под разным углом. Потому что если мы не наладим вывод токсинов, то, ну, что я могу сделать? Ничего я сделать не могу. Спасибо вам. Сегодняшняя наша встреча. Вот на такой радостной ноте. Вопросы можете задать, для того, чтобы что-то выяснить и уточнить. Спасибо. 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 Спасибо.